друзья всем привет вы на канале moto sancho анализируя ваши комментарии могу сказать что у нас на канале сформировались уже определенные касты есть поклонники москвича которые с нетерпением ждут продолжения сборки и восстановления этого чуда советского автопрома есть оппозитчики которым интересно сборка днепра и выезд на урале а есть фанаты охламона и дырчика что же касается лично меня то проектов как видите много и я выбираю по настроению вот сегодня хотелось бы уделить время именно дырчику как вы помните наш испытательный заезд окончился неудачей при проезде железнодорожного переезда задняя покрышка самортизировала продавилась и удар пришелся головкой рельса по ведомой звезде звезда деформировалась скинула с себя цепь ее здесь подмотала вывела из строя натяжитель а также цепь саму растянула и погнула даже когда я подручными материалами выровнял звездочку цепь с нее все равно спрыгивала в общем система оказалась ограниченно работоспособной ведь я какое-то время на ней ехал но не выдержала она испытания плохими дорогами а значит будем переделывать была у меня мысль установить сюда клиноременную передачу клиноременную ну неважно вы поняли два шкива и ремень в принципе работало бы но все уперлось в подбор шкивов очень сложно найти шкивы необходимого профиля с нужными диаметрами чтобы соблюсти передаточное отношение а точить под заказ в размер единичными экземплярами выходит достаточно долго всегда лучше использовать детали которые стандартные и есть в продаже есть в легком доступе скажем так ну а начнем это видео мы с распаковки посылки которая я думаю имеет самое прямое отношение к нашей сегодняшней работе приехала посылочка из агрогородка гатова минского района отправитель татьяна бородина неожиданно прямо скажем давайте распакуем кажется я вижу вот у нас до письмо или какая-то сопроводительная записка надеюсь ничего важного не повредил ну да разрезал только пополам ну так получилось привет мото санчо пишет тебе сергей волотович и таня бородина смотрю твои видео я а таня помогает с посылками пересылаю тебе детали на дырчик которые пострадали на жд переезде нашлось все а нашлось не все что хотелось но думаю что какие-то детали пригодятся видимо для этого проекта удачных тебе проектов и хороших видеороликов и вот такой урал класс спасибо мото санчо ну и что же здесь внутри для дырчика пакет это кажется цепь на ощупь да это цепь мопедная сложно сказать на глаз какой здесь шаг но думаю пригодится здесь что-то с пружинами и роликами подозреваю что эта система натяжителей все тщательно упаковано да даже интересно от чего это такие натяжители но где-то стояли такие коромысла которые обеспечивают натяжку может быть как раз таки цепей судя по следам интересно и целый пакет звезд целый пакет звезд интересно они одинаковые или с разным количеством зубьев с разным это разные звезды тут я вам скажу не на один дырчик здесь на много проектов можно что-то подбирать батюшки да они все разные вот это да спасибо огромное тебе сергей за такой просто царский по меркам любого мото самодельщика подарок благодаря такому количеству различных звезд меня появляется возможность не только подбирать передаточное отношение для дырчика но и своеобразный запас потенциал для будущих самоделок для каких-то новых проектов я уверен все это найдет применение ну и как вы видите здесь все звезды малые то есть ведущие а нам нужно еще и ведомая звезда давайте посмотрим что удалось мне найти самому заглянул я на днях в магазин хорс моторс в гомеле и там подобрал комплект звезд и цепь для альфы да да той самой всем знакомой китайской альфы у меня здесь даже чек сохранился давайте посмотрим что почем малая звездочка ведущая стоило 4 белорусских рубля большая звезда я так подозреваю 16 белорусских рублей и наконец цепь 15 белорусских рублей как вы понимаете все достаточно бюджетно общий чек 35 рублей и любую деталь из этих можно заменить найти без проблем в магазине купил и поставил остается только адаптировать их к установке на наш дырчик давайте поясню почему же я сделал выбор в пользу именно этих звезд сейчас у нас был установлен комплект у которого ведомая звезда имела 46 зубьев а ведущая 16 разделив одно на другое получаем передаточное число две целых восемьсот семьдесят пять тысячных новый комплект передаточного числа причем именно в нужную нам сторону в сторону понижения мощность даже не мощность крутящий момент станет чуть больше максималка немножко упадет но на эти самые пять процентов а я считаю для дырчика максималка здесь более чем достаточно и зато ему легче будет трогаться с места легче будет ехать в горку так что я думаю будет неплохо ну и что касается надежности даже если пробьет покрышку снова на рельсе или на каком-то бордюре здесь 4 миллиметра стали ничего с ней не случится при необходимости я на такой звезде смогу до дома доехать вместо покрышки а потом купить новую за недорого поменять и кататься дальше главное чтобы сейчас совпало у нас межосевое расстояние и получилось как-то одеть новую цепь не мудря сильно с натяжителями но посмотрим уже в процессе работы а сейчас давайте снимем колесо снимем ведущую звезду старую и демонтируем старый натяжитель с этим защитным кожухом концепцию крепления звезд естественно придется менять если в старой самодельной звездочки из нержавейки был выпилен прямоугольный паз который совпадал с выступами на болгарочной шайбе и все это прижималось болгарочной же гайкой то у новой звезды видим отверстие меньшего диаметра со шлицами внутри и выпиливать здесь точно такой же паз я думаю нецелесообразно да и времени уйдет очень много почему бы нам не использовать два отверстия которые в этой звездочки есть и в них кстати нарезана резьба мы можем убрать с шайбы выступы приложите ее к звезде просверлить два отверстия и стянуть их между собой болтами если болты будут достаточно прочными то думаю их не обрежет и передавать крутящий момент они будут сама звезда отлично одевается на цапфу болгарочного редуктора и будет притягиваться гайкой что же касается ведомой звездочки здесь тоже есть отличие если старая велосипедная крепилась на 5 болтов то новая на 4 этот фланец необходимо как-то срезать или переделать под 4 крепления 4 крепежных гайки работа предстоит непростая предполагаю что в любом случае придется разувать покрышку поэтому можем спускать ее сразу так что и и вот спустя некоторое время стоит отметить что достаточно продолжительное время уже давно стемнело 10 часов вечера но у меня все-таки есть готовые две звезды это ведущая звезда которая крепится к шайбе двумя болтами здесь они срезаны стоят на резьбовом фиксаторе чтобы не выкручивались и ведомая звезда под нее пришлось полностью переделывать ступицу колеса и вот это заняло больше всего трудозатрат надо было отрегулировать биение звезды относительно колеса точнее соосность чтобы этого самого биения не было чтобы цепь не прыгала и не слетала а также чтобы звезды у нас лежали в одной плоскости и не было никаких изгибов по цепи чтобы она не соскакивала я считаю что у меня получилось более-менее сносно сейчас звезду закрепим колесо установим и и самое главное а совпадет ли у нас межосевое расстояние так чтобы не пришлось переделывать раму разносить подальше звезду ведущую и звезду ведомую и вот колесо установлена ведущая звездочка тоже заняла свое место гайки оси я пока не зажимал защиту звездочки не одевал поскольку нам сейчас предстоит примерка берем цепь она вся в масле такая липкая аккуратно проводим через ведущую звезду и цепляем за ведомую и идем вокруг 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 обводим и смотрим что у нас здесь здесь у нас а здесь у нас все неплохо отрезать вот это звено состыковать с помощью замка и ну вот такой свободный ход который можно устранить с помощью натяжителя без натяжителя к сожалению здесь никак не то у меня геометрия рамы но в целом хорошо хоть не на полтора звена промахнулся небольшой люфт это не страшно это я сейчас придумаю чем устранить и все-таки получилось все-таки удалось обойтись без натяжителей и успокоителей я немного поиграл положением оси заднего колеса относительно пазов рамы а затем открутил два болта которые удерживают редуктор ную часть установил отвертку между редуктором и рамой и немного его приподнял буквально на миллиметр и это дало нам необходимую натяжку как видите цепь стоит замечательно не болтается не закусывает свободное провисание около одного сантиметра учитывая что подвески у нас нет это отлично замечательно я уже в предвкушении испытаний установил назад щиток защиты цепи пускай будет как уловитель на случай если цепь слетит чтобы мне по спине не перетянуло а еще с целью повышения безопасности движения у меня появилось какое-никакое а все-таки зеркало да но на самом деле правое но я установил его слева потому что двигаясь вдоль обочины очень полезно знать что же происходит у тебя сзади слева там где двигаются автомобили само собой сегодня я уже тут тарахтеть не буду но в ближайшие дни обязательно выберемся на испытание повторное испытание главное чтоб погода не подвела узнаем сколько жрет сколько прет и насколько надежны эти звезды и эта цепь честно говоря мне кажется что они даже этот двигатель переживут ну а на сегодня у меня все всем спасибо всем счастливо и всем пока